Здравствуйте! В эфире программа Норильские новости. В студии Надежда Балдакова. Смотрите в этом выпуске. СПО про степление. Норильские дома начали оснащать термостабилизационным оборудованием. Новогодние огни. На Ленинском проспекте появилась новая праздничная иллюминация. Летопись Норильска. Газета «Заполярная правда» отмечает день рождения. Новогодние огни. И приходит в аварийное состояние. Предотвратить это можно. Главное вовремя заметить. Как раз для этого и был создан мерзлотный центр. Специалисты Заполярного государственного университета, Сибирского государственного университета и других учреждений будут следить за изменением температуры почвы и состоянием домов. Работы уже начались. Компания «Норильский никель» во главе с руководителем «Норильского дивизиона» Николаем Николаевичем Муткиным пошли нам на встречу. Выделили средства. Поэтому работу начали раньше. И до мая месяца мы должны будем оснастить такими термотрубками и датчиками наклона, а также колебаний. На верху вы уже, наверное, поднимались или подниметесь, посмотрите. 53 дома. Первым домом, который оснастили датчиками и термостабилизационной трубкой, стало здание «Понорильской-24». Информация о его состоянии будет поступать в единую систему мониторинга. Геотехнический мониторинг будут вести с помощью цифровых датчиков температуры в грунте, измерители угла наклона и колебаний в чердачной зоне здания. Это позволит получать информацию в режиме реального времени. В январе месяце, то есть уже все оборудование придет в течение января. Я думаю, что уже к концу января у нас уже пойдут первые данные. Которые из... То есть температурный режим на этих домах в районе этой температурной трубки уже будет известен. И он уже будет мониториться и анализироваться. Сегодня бурение скважин продолжается. Сначала оснастят все аварийные дома, а в будущем планируется снабдить датчиками все 859 многоквартирных домов Большого Норильска. И в режиме реального времени наблюдать за всеми изменениями. Николай Ухин, Никита Левенец, Норильские новости. Новая праздничная иллюминация украсила участок города от площади Октябрьской до Гвардейской. Это растяжки по мотивам северного сияния и консоли в виде морожки, жарков и животных, символов районов Норильска. На пилотном участке смонтированы три светодиодные растяжки и 14 светодиодных консолей на семи новых опорах уличного освещения. Иллюминация предусматривает несколько сценариев работы. От статического монохромного до многоцветного переливающегося. Это пилотный проект, выполненный подрядчиками Красноярскими, энергоинжиниринг. Как агентство взяло на себя такую роль, выполнил этот пилотный проект. И для того, чтобы посмотреть, как отстоит зиму, наши зимние условия, ветровые нагрузки, снег, как себя проявит. Разработчики отмечают, новая иллюминация подчеркивает уникальность Норильска и красоту севера. Отметим, работы ведутся агентством развития Норильска в партнерстве с администрацией города. Самое сложное было монтировать в такую погоду. Монтаж занял около двух недель. Температуры вы видели, какие у нас были. Если эксперимент будет удачным, новую праздничную иллюминацию смонтируют и на других городских улицах. Николай Ухин, Надежда Балдакова, Евгений Журнов, Норильские новости. Городской газете «Заполярная правда» исполнилось 68 лет. Издание «Ровесник Норильска». Первый номер заполярки, как ее называют норильчане, увидел свет 21 декабря 1953 года. Газета не только рассказывает новости, но и является настоящей летописью Норильска. Предшественниками «Заполярной правды» были печатные издания «Сталинец» для вольно-наемных и бюллетени для заключенных Норильлага. Изначально газета выходила на четырех страницах малого формата, тиражом чуть более тысячи экземпляров. Это самая полная летопись города. В этом можно убедиться, посмотрев на наш уникальный архив. На этих полках бесценные фотографии, события, легендарные имена, факты. Все, что происходило в городе, обо всем можно прочитать здесь. Сегодня «Заполярка» – это газета с тиражом свыше трех тысяч экземпляров. Сайт с посещаемостью более 48 тысяч в месяц. Инстаграм-аккаунт с более чем 20 тысячами подписчиков. А также печать на самом современном оборудовании в собственной типографии. Дружный коллектив и бережное сохранение традиций. Впрочем, издание не чуждо новому. Например, в сентябре 2019 года «Заполярная правда» после установки новой типографской машины изменила формат и стала цветной. Газета наша, несмотря на то, что существует давно, но она всегда и постоянно меняется. И обновляется ее дизайн. Мы над этим работаем. Вообще, все, что вы видите на странице газеты, это делают дизайнеры. Все полосочки, все надписи, работа со шрифтами, с фотографиями. Норильская газета с богатой историей неоднократно получала признание на всероссийском уровне. Она трижды становилась лауреатом Союза журналистов СССР «Бронзовое перо». В 1991 году издание достигло максимального тиража. 1 января было выпущено 70 тысяч экземпляров. Желающих получать газету было так много, что на предприятиях комбината подписку надо было еще заслужить. Сегодня газета продолжает писать на самые актуальные темы. Общественная жизнь, власть, производство, культура и спорт, здравоохранение. Она выходит еженедельно по пятницам на 32 полосах. Год для города стал переломным. Мы выставили в пандемии, приступили к реализации плана социально-экономического развития города. И это стало основными темами для нас. Мы собираемся и дальше рассказывать о переменах в происходящем в городе шаг за шагом, так же, как делали все это целыми десятилетиями. Сегодня у коллектива газеты много планов. Есть заветная мечта – оцифровать уникальный газетный архив. Если бы можно было его перевести в цифровой формат, и доступ к этой газете был бы более обширный для большего количества людей. Ну и вообще, газета наша, она написала историю этого города. Поэтому вся история, она там, вот в этом архиве. И здорово было бы, если бы молодые люди могли бы тоже к этому прикоснуться и изучать историю нашего города по архиву нашей газеты. В этот день Норильскую газету поздравляют со всех уголков страны. Дорогие мои, с днём рождения, с Новым годом, с грядущим Рождеством Христовым. Пусть вас Господь хранит. Я вас очень люблю, и я всегда рядом. Знаете, об этом целую крепко. С днём рождения. Люблю вас, скучаю по вам. Конечно же, сердечно поздравляю с праздником. Пусть всё у вас будет хорошо, пусть всё у вас получается всегда на отлично. Будьте счастливы во всём, что вы делаете. Всему коллективу «Заполярной правды» я желаю сил, терпения, интересных материалов. Материалов, интересных и им самим, и нашим читателям. Читателям спасибо за поддержку. С днём рождения «Заполярная правда». С наступающим Новым годом всех. Коллектив «Норильск ТВ» присоединяется к поздравлениям и желает «Заполярной правде» процветания и яркой жизни в цифре и цвете. Екатерина Алексеева, Надежда Балдакова, Александр Вуорин. Норильские новости. В КДЦ имени Высоцкого состоялось торжественное награждение активных деятелей Толнаха по итогам работы в 2021 году. В этом году наградили 10 человек. Традиционно толнахчан поощряли благодарственными письмами главы города Норильска и памятными серебряными знаками. Отметим, награды получили северяне, которые так или иначе внесли вклад в развитие района. В этом году, в летний период, я находилась на исполнении обязанностей директора и тесно сотрудничала с администрацией по хозяйственным вопросам города. Мы помогали убирать территорию. У нас работали работники ТОЖ, трудовых отрядов школьников. И наш отряд помогал администрации в решении таких вопросов. Мне очень нравится, как преобразился в последние годы наш город. И это очень ценно для нас, потому что красота вокруг, она радует любого жителя. Норильские школьники стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена». В качестве приза ребятам досталась не только возможность путешествовать по России, но и личная встреча с губернатором Красноярского края Александром Уссом. Дарья Горбачева и Константин Костенко – школьники, которыми сегодня гордится весь Норильск. Еще бы, в конкурсе «Большая перемена» принимали участие свыше 12 тысяч ребят со всей страны. До победы добрались несколько сотен. Норильчане признаются, было непросто. Дарья прошла много испытаний и квестов и разработала свой проект в номинации «Твори добро». Девочка давно занимается волонтерством. Призом за ее старания стала поездка из Москвы во Владивосток. Мы увидели город Владивосток, Дальневосточный федеральный университет. Мы увидели Хабаровск, космодром Восточный. В принципе, была очень интересная экскурсия. Мы попали буквально за две недели до запуска ракеты. Победу Константину Костенко принесла идея разработать социальную сеть для молодых режиссеров и кинооператоров в целях развития отечественной киноиндустрии. Задумку даже отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. А Константин уверен, конкурс дал ему немало навыков, которые пригодятся во взрослой жизни. Это уникальный конкурс, на самом деле, в котором я призываю каждого участвовать, у кого есть возможность. Потому что это выбить тебя из колеи, это поставить тебя в реально стрессовые условия, потому что на финале, полуфинале, на решении кейсов во втором этапе, на первом этапе было очень стрессово, на самом деле. И как бы плохо это ни казалось, но именно такое нас, скорее всего, будет ждать в дальнейшей жизни. Кроме того, ребятам представилась возможность встретиться с губернатором края Александром Усом. Александр Викторович, в принципе, интересовался, как мы добились таких успехов, что мы в дальнейшем собираемся делать. Тут, скорее, даже была не наша встреча с ним, а его встреча с нами. Больше вопросов было как раз в нашу сторону. Ну и по окончанию встречи нас наградили. Дарья и Константин побывали на экскурсии в Сибирском федеральном университете. На Константина произвел впечатление Институт гастрономии. Для меня это прям был шок, что высшее образование в России, в Сибири, можно получить на такую профессию, как повар, шеф-повар. А вообще Институт гастрономии – это тот проект, который показывает, что взаимодействие власти и частного предпринимательства существует даже на таком крупном уровне. И меня это восхитило на самом деле. На будущее у ребят большие планы. Дарья планирует поступить в образовательный центр поддержки одаренных детей «Сириус» в Сочи и продолжить участвовать в региональном этапе большой перемены. А Константин параллельно с учебой будет осваивать искусство фотографии. Напомним, конкурс «Большая перемена» – большой национальный проект. Инициативы его участников отмечают на краевом и всероссийском уровнях. Лучшие проекты даже могут получить государственную поддержку. Особенно актуален он для старшеклассников, ведь финалистам присуждают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в партнерский вуз. Ольга Ерохина, Надежда Балдакова, Владислав Моисеев, Норильские новости. Под Новый год все мы ждем сюрпризов, особенно дети. Многие из них ждут Деда Мороза. Но не все знают, что пригласить доброго волшебника в гости можно, написав письмо в полицию. Так городской отдел МВД подключился к всероссийской акции. Нет, нет, заявление не принимаем. Пишите письмо. Письмо. А, сейчас объясню. Дорогие мои Норильчата, я Дед Мороз. Но не простой, как видите, а самый настоящий полицейский. И я жду от вас приглашения в гости. Перед самым Новым годом я обязательно навещу тех ребят, от которых я получу самое интересное приглашение. Самым интересным письмом, в котором он напишет мне, чем же занимается самый настоящий Дед Мороз полицейский перед самым главным праздником года. Письма можете писать вместе с мамами и папами, бабушками и дедушками. И отправлять на мою электронную почту, которая указана внизу ваших экранов. Я жду ваших писем до пятницы. Ну а пока, ребят, у меня очень много дел. Полицейский Дед Мороз. Полицейского Деда Мороза можно нарисовать, смастерить из любых подручных материалов, посвятить ему стихотворение или просто написать о нем красивые строки. Добрый волшебник ждет приглашения до пятницы включительно. У нас на этом все. Следите за нашими новостями на сайте на риск.тв. Я с вами прощаюсь. В студии была Надежда Балдакова. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин